Привет, друзья! 4 августа многие жители Бейрута, столицы Ливана, в социальных сетях опубликовали кадры сильнейшего взрыва, после которого над городом повисло облако в форме гриба. Взрывная волна разрушила множество зданий в радиусе нескольких километров от порта, разбросала автомобили и оставила около 300 тысяч жителей без дома. Губернатор Бейрута в интервью местному телевидению оценил ущерб от взрыва в Ливане примерно в 10 миллиардов долларов. Это практически 20% ВВП страны. Разрушения в городе были бы еще более значительными, если бы не зерновой элеватор, находившийся прямо рядом с местом взрыва. Здание высотой в несколько этажей приняло на себя значительную часть ударной волны и практически полностью разрушилось. В элеваторе хранился стратегический запас зерна. Власти уже заявили о риске нехватки продовольствия, так как после его разрушения в стране, которая находится в глубоком экономическом кризисе, зерна осталась лишь на месяц. Генеральный прокурор Ливана составил доклад о ненадлежащем хранении опасного груза. Как оказалось, в стене склада была дыра, из-за которой не закрывалась дверь и внутрь довольно часто старались попасть воришки. В конечном итоге комиссия потребовала заделать брешь, починить дверь и выставить охрану у склада. И, как предполагается, взрыв произошел во время сварки двери. Искра попала на взрывчатые вещества, которые хранились на складе, после чего огонь перекинулся на селитру. Количество хранившейся на складе селитры было эквивалентно более тысячи тонн тротила. Это, несомненно, один из крупнейших неядерных взрывов в истории. Не только Ливан пострадал 4 августа 2020 года. В этот же день тропический шторм Исайас обрушился на восточное побережье США. По данным Национального центра США по слежению за ураганами, скорость ветра достигала 110 километров в час. Шторм вызвал во многих районах на востоке США серьезные наводнения. Более полутора миллиона квартир было обесточено только в Нью-Джерси и около полумиллиона в Нью-Йорке. Губернатор Фил Мерфи объявил чрезвычайное положение и закрыл все государственные учреждения. Пока США и Ливан разбираются с разрушительными последствиями, в Бангладеше 5 августа прошлись сильные муссонные дожди. И все бы ничего. Многие районы тут часто затапливаются. Но на этот раз река Джаму-Нес-Вари впервые в истории поднялась на 30 сантиметров выше своей опасной отметки. Из-за чего пострадало более 5 миллионов жителей. Удивительные вещи происходят и на севере Тасмании. Там, в прибрежном городе Лонсестон, 4 августа выпал снег. А столбик термометра опустился ниже нуля. Метеорологи сказали, что выпадение снега в Лонсестоне – это невероятное погодное явление, которого тут не было около 40 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова